глава 1 пришествие господа кришны видение тексты 12 и 13 13 текст на доске это аданья часарвам мунэ кришна вичэштитам вактумархасисарвагя шрададханая вистри нам перевод и комментарий шил браупады о великий мудрец ты знаешь о кришне все так пожалуйста подробно опиши все те деяния которых я спросил а также те о которых я не спросил ибо я полон веры и желание слушать о них тринадцатый текст вместе на и шатидух сахакшун мам на и шатидух сахакшун мам те кто дам апибадхате пи бантам тван мухам бхожа пи бантам тван мухам бхожа чутам харикат хамритам чутам харикат хамритам на и шатидух саха пи бантам тван мухам бхожа чутам харикат хамритам на и шатидух саха пи бантам тван мухам бхожа чутам харикат хамритам чутам харикат хамритам на и шатидух саха пи бантам тван мухам бхожа чутам харикат хамритам чутам харикат хамритам чутам харикат хамритам на и шатидух саха пи бантам тван мухам бхожа пи бантам тван мухам бхожа чутам харикат хамритам чутам харикат хамритам чутам харикат хамритам Субтитры создавал DimaTorzok Невыносимый, кшут, голод, мам, мне, тяктаудам, переставшему пить воду, папи, даже, бадхате, препятствует, пибантам, пьющему, твам мукхам бходжачютам, льющийся из твоих лотосных уст, харикадхам ритам, нектар повествований о Кришне. Перевод и комментарий Его Божественной Милости Шилы Браупады «В преддверии смерти я дал обед даже не пить воды, но поскольку я пью нектар повествования о Кришне, льющийся из твоих лотосных уст, голод и жажда, которые обычно так трудно переносить, не могут помешать мне». Комментарий Как-то раз, охваченный жаждой, я вошел в Ашрам Шамике Муни, однако Муни не дал мне воды. Тогда я повесил ему на плечо мертвую змею, и за это мальчик Браман проклял меня. Но сейчас я не испытываю никаких страданий. Голод и жажда не доставляют мне ни малейшего беспокойства. Этот пример показывает, что когда сознание человека находится на материальном уровне, голод и жажда изнуряют его, но человек, обретший духовное сознание, не ведает усталости. Весь мир страдает от духовной жажды. Все живые существа — Браман, Вечные Души. И чтобы утолить их голод и жажду, необходима духовная пища. К сожалению, люди этого мира ничего не знают о нектаре Кришна-катхи. Вот почему движение сознания Кришны — это подлинное благословение для философов, религиозных людей и даже обычных людей. Кришна и Кришна-катха, несомненно, обладают огромной притягательной силой. Именно поэтому абсолютную истину называют Кришной самым притягательным. Слово Амрита в одном из своих значений указывает на луну, а слово Амбуджа означает лотос. Любой, кто слушает Кришна-катху из уст Шукадева Госвами, наслаждается приятным лунным светом в сочетании с приятным ароматом лотоса. В Шримад Бхагаватам сказано Поскольку люди слишком привязаны к мирской жизни, не владеют своими чувствами, они постепенно скатываются в ад и раз за разом жуют пережеванное. Ничто не пробуждает в них склонности служить Кришне, ни наставления других, ни собственные усилия, ни то и другое вместе. В наши дни все человечество занято сживанием пережеванного. Люди готовы подвергаться мртюсам саравартмани, то есть рождаться в одном теле, умирать, потом получать другое тело и опять умирать. Чтобы прекратить эту череду рождений и смертей, абсолютно необходимо Кришна-катха или сознание Кришны. Но только тот, кто слушает Кришна-катху из уст, осознавший себя души, такой как Шукадева Госвами, способен по-настоящему вкусить нектар Кришна-катхи, навсегда избавляющий человека от мирской усталости и наслаждаться трансцендентным бытием, полным блаженства. На примере движения сознания Кришны мы видим, что те, кто изведал нектар Кришна-катхи, утрачивают все материальные желания, тогда как те, кто не способен понять Кришну или Кришна-катху... Тогда как те, кто не способен понять Кришну или Кришна-катху, называют жизнь сознания Кришны промыванием мозгов и контролем над сознанием. Преданные наслаждаются духовным блаженством, а непреданные удивляются, что преданные не стремятся ни к чему материальному. Продолжение следует... 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 что множество утверждений шастр, множество разделов шастр предназначены для того, чтобы быть понятыми и примененными. То есть знание дается для того, чтобы оно было применено в жизни, в реальной. И применение, а часто продолжительное применение, продолжительное исследование шастрам приносит результат. То есть в шастрах дается знание, которое нужно применить, чтобы получить конкретный результат. И философы кармами мамсаки, они очень скрупулезно подходят к шастрическому знанию, они разделяют, классифицируют различные утверждения священных писаний. Они классифицируют, что есть описательные утверждения, описывающие что-то, есть предписывающие утверждения, которые предписывают действовать. И они считают, философы кармами мамсаки, что описательные не так важны, а важны предписывающие. Понятно, да? То есть то, что устремляет человека к определенным действиям, вот это важно в шастрах. То, что является описательным, это занимает второстепенное значение во всем знании вед. Понятно это, да? Описательные и предписательные. То есть, например, ну, приведем пример. Браманы никогда не врут. Браманы всегда говорят истину, браманы никогда не врут. Это описательное. А предписательное браман не должен никогда врать. Браман должен всегда говорить правду. Это предписательное. Но я специально привел такой пример, чтобы было видно, что из описательных утверждений мы также можем извлечь импульс, получить ута-яга, это называется. Импульс к действию, к определенному действию, который принесет нам результат. То есть, но есть описательные, просто описательные утверждения, описательные разделы. Вот, допустим, сейчас мы имеем дело с описательным, с описательными утверждениями. Десятая песня Шимат Бхагатом, она описывает трансцендентные деяния Господа. Здесь практически нет никаких предписаний. Для Карма Мимамсака это бесполезная книга, абсолютно бесполезная для того, кто следует философии Кармы Мимамсы. Здесь нет никакого импульса к действию, здесь не предписывается ничего. Они не правы, да, философы Кармы Мимамсаки не правы. Вот, об этом речь сейчас. Баладовья Дебушина опровергает такую точку зрения. Он говорит, что не обязательно описывающие утверждения не должны занимать нишу, так сказать, второстепенное положение по отношению к предписывающим. Он приводит пример, когда мужчина, глава семьи, получает известие о том, что у него родился сын. То есть ему просто говорят, у тебя родился сын. Ему не говорят, что ему надо делать, чтобы получить какой-то результат, ему просто сообщают новость, у тебя родился сын. Просто слыша эту новость, он испытывает восторг. Смотрите, просто он слышит что-то, испытывает восторг. Чтобы испытать эмоцию, пережить какой-то опыт, эмоцию, восторг в данном случае, ему не надо практиковать это знание о том, что у него родился сын. Ему не надо сосредотачиваться. Я глава семьи, так напоминать себе, у меня есть жена, она должна была родить, и вот она наконец родила. И сейчас мне сообщили новость, что у меня родился сын, поэтому я должен осознать этот факт как можно глубже. И вот так он практикует каким-то образом, и потом вдруг испытывает эмоции, взрываются эмоции. О, как это здорово, наконец-то я осознал, как здорово, что родился сын. То есть, Баладо Дебушина приводит этот пример, что знания, некоторые определенные аспекты, виды знания, их не нужно практиковать, чтобы получить результат. И к такому виду знания относятся в какой-то степени даже атмагьян, знания о душе. Кришна призывает Арджуну освободиться от скорби и страха. И в помощь Арджуне анализирует природу духовной души, отличную от материального тела. Вторая глава Багадгиты, все помнят, Санхи-йога. Анализ природы души и природы тела. Анализ, позволяющий увидеть разницу между душой и телом. И это само по себе знание атмагьян, знание о том, что мы отлично от этого тела, уже может освобождать, потенциально обладает этой силой, освободить от страха смерти. То есть, слушая о вечной природе души, мы освобождаемся от смерти. Нам ничего не надо практиковать. Просто услышав о душе, мы освобождаемся от смерти. Свобода от страха смерти – это результат. Это и есть результат. То есть, нужно вновь и вновь слушать вот это знание атмагьян. Достаточно просто слушать, чтобы получить вот этот результат, результат в гуне благости. То есть, знание атмагьян относится к категории знания в саттвагуне. Оно не дает полного освобождения, но оно поднимает сознание человека на уровень саттвагуны. А в саттвагуне нет вот этих признаков гуны страсти и невежества, в том числе страха, скорби, депрессии и так далее. Потому что на платформе этого знания в этом во всем нет смысла. То есть, человек просто не видит смысла. Почему бояться, почему скорбеть, почему быть угнетенным или находиться в депрессии? Какой смысл, если я являюсь вечной душой? Тем более, это относится к Кришна-катхе. Кришна-катха является вот этим видом знания, которое обладает потенцией освобождать человека от последствий греховной деятельности, обладает потенцией пробуждать присущее каждой душе его вечное чистое сознание Кришны. То есть, слушая Кришна-катху, сознание Кришны пробуждается. Господь Читания говорит... Вечность присутствует в сердце каждого живого существа. То есть, она уже там есть. Ее не нужно брать откуда-то извне и помещать в сердца. В сердце каждого живого существа уже есть Кришна-према. Вечная, совершенная любовь к Богу. И нужно, чтобы она вышла наружу, так сказать. Используется слово «карая удая». Удая – это восход. Восход солнца называется удая. И в данном случае удая – восход вот этой премы, которая спрятана там за горизонтом нашего сердца. Она в глубине нашего сердца, в дремлющем состоянии. Она должна пробудиться и стать очевидной. Удая – взойти. Сознание Читая должно сосредоточиться на шраванам, на слушании Кришны-катхи, шраванаде и на других процессах преданного служения. И таким образом этот процесс слушания и воспевания пробудет любовь к Богу. То есть этот процесс слушания Шримад Бхагатам является абхидеей татвой, самой практикой. То есть если шастры, множество священных писаний предписывают различную деятельность, описывают необходимые условия для какой-то деятельности, получения результата. То есть сам банха – это условия, так сказать, исходные данные. Описывают в деталях или процесс, какие жертвоприношения нужно совершать, какие действия нужно совершать. То есть шастры в основном предписывают деятельность. Тогда как и потом, совершая эту деятельность, человек получает результат. Но вот слушание Шримад Бхагатам как раз и является такой предписанной деятельностью, которая сама по себе дает результат. То есть нет ничего важнее, если в любых разделах, в любых системах религиозных, в карме, в гьяне или в йоге, главным является результат, полученный через действия, то основанный на шастрах, то в данном случае, в контексте шраваном, слушание Шримад Бхагатам, главным является слушание Шримад Бхагатам, а не какие-то действия. То есть слушание Шримад Бхагатам является самым существенным вот на этом пути достижения совершенства в преданном служении. Однажды Шилл Браупада прервался на своей лекции, увидев, что преданные выходят из аудитории, он спросил, почему они уходят. Кто-то ответил, им нужно что-то сделать, какое-то служение. Шилл Браупад сказал, это нонсенс, это глупость. Все, что вы делаете, если вы не слушаете, все, что вы делаете, это карма, это никакое не преданное служение. То есть самое главное, это слушание Шримад Бхагатам, это является практикой пробуждения сознания Кришны, так же, как воспевание святого имени является практикой пробуждения сознания Кришны. И в отсутствие этих двух основных методов, которые подразумевают общение с преданными, другой метод преданного служения, саду санга. То есть все это, баджина крия, должна совершаться в среде саду санги, в обществе преданных. То есть мы обычно видим, как ступени Бхакти обозначены сначала саду санга, общение с преданными, в котором мы обучаемся баджина крии, преданному служению. То есть саду санга, потом баджина крия. Но саду санга, это как называется, когда ракета взлетает, блоки какие-то она сбрасывает, чтобы лететь дальше. Есть какой-то термин? Нет. Как это называется? Что она там сбрасывает? Ну, неважно. В общем, все знают это явление, да, ракета взлетает, и потом сбрасывает вот этот блок, который ее поднимает, и потом уже летит свободно там в невесовом пространстве, перемещается, уже остается спутник на несколько этапов. В стадии Бхакти от Шрадхи до Премы не являются вот этими блоками, которые сбрасываются. То есть саду санга, в саду санге мы обучаемся преданному служению. Дальше баджина крия, следующая ступень, преданное служение, подразумевает, что саду санга включена туда. То есть баджина крия совершается в обществе преданных. Дальше ништха. Это означает, что баджина крия совершается в обществе преданных, но имеет уже качество ништхи, устойчивости, а не так, что уже нет баджина крии, нет саду санги. То есть каждая последующая ступень включает в себя предыдущую. То есть не происходит в действительности перехода, происходит обогащение духовного опыта от Шрадхи до Премы. Понятно это, да? То есть сначала у нас есть просто интерес, потом этот интерес обогащается знанием и вкусом, которое мы получаем в общении с преданными, что приводит нас к практике в обществе преданных уже с этой верой, Шрадхой и вкусом, и знанием. Что приводит, в свою очередь, к очищению от анардх, а когда анардхи уходят из нашего сердца, почти все проявляются в нашем преданном служении, в нашем сознании, в наших качествах проявляются больше энергии духовной, больше сознания Кришны, больше духовных качеств. То есть происходит обогащение духовным опытом. К Шрадхе добавляется Садду Санга, к Садду Санге Баджана Крия, к Баджана Крии Анардха Неврити, к Анардха Неврити как следствие Нишсха. И таким образом мы углубляем свои духовные опыты, очищаемся все больше и больше от материальной скверны. Таким образом происходит движение по ступеням Бхакти, и самым существенным здесь, в этом процессе, в том, чтобы переходить со ступени на ступень, или, как мы сейчас говорим, обогащать свое сознание Кришну, наращивать его. Но самым главным фактором здесь является слушание Шриман Бхагаватам и повторение святого имени, что подразумевает, что это совершается в обществе преданных, согласно наставлениям истинного духовного учителя. То есть все включено в данном случае, так подразумевается. Вот здесь в Бхагавдгите уже Кришна начинает прославлять Кришна-катху, эффект Кришна-катхи. Он говорит, что если ты сейчас услышишь, то ты осознаешь все. Гьянам те хам сави гьянам. Ты получишь и гьяну, и вигьяну. Все виды знания проявятся. В тебе, если ты услышишь от меня о моем величии, то все, что ты узнаешь, это, или как это сказать, Кришна говорит, не останется ничего непознанного. Если ты будешь слушать из авторитетного источника о моем величии, то ты обретешь и гьяну и вигьяну. Знания относительно этого материального мира, знания относительно духовного мира, находящегося за пределами этого материального, теоретическое знание шастры, умение применять их на практике, и результат этого знания в форме духовных реализаций. Все, все получишь, если просто услышишь. Та чехрену, Кришна говорит в седьмой главе, услышь. И прославляет процесс слушания. Ты получишь гьяну и вигьяну, а гьяна и вигьяна – это вот все вышеперечисленное. Гьяна – это теоретическое знание шастр, ясное понимание шастр, возможность полностью основываться и руководствоваться только шастрами, ни умом, ни дурными привычками, ни плохим общением, ни ложным знанием, а только шастрами. Вот что такое гьяна. Давайте проверим, мы находимся на уровне гьяны. Гьяна – это просто гьяна. Мы можем слышать иногда такие реплики, негативные в отношении теоретического знания шастра. Но теоретическое знание шастра подозревает не просто букварное знание, а гьяна – это понимание шастра. Понимание этого знания, правильное понимание этого знания, которое дает возможность применять его на практике. Вот это применение на практике – это уже вигьяна. То есть гьяна и вигьяна имеют разные значения часто в зависимости от контекста. И одно из значений гьяны – это теоретическое знание шастра. Вигьяна – это умение применять это теоретическое знание на практике. Другое значение слова «гьяна» — это знание, относящееся к величию Кришны, самбандха-гьяна, которое позволяет видеть Кришну как источник всего, как Ишвару, верховного контролирующего, как того, кто управляет гунами материальной природы, того, кто пребывает в сердце каждого живого существа. То есть гьяна позволяет видеть этот материальный мир как энергию Верховной Личности Бога. Это гьяна. А вигьяна — это знание, позволяющее видеть Кришну, Своембагавана, как источник всех пуруш, всех экспансий, всех аватар. Понятно это, да? Разница. Гьяна — это знание, относящееся к величию Кришны, относящееся к параматме, к Верховной Личности Бога с материальной энергией, умение видеть, способность видеть материальную энергию, материальное космическое проявление как энергию Кришны, как Личности Бога. А вигьяна — это знание, позволяющее привлечься личностными качествами самой Личности Бога Кришны, Своембагавана. И другое значение гьяны, вигьяны — это стадия, когда человека преданного привлекают личностные качества Кришны и служение Ему. То есть объектом Бхакти является не параматма, объектом Бхакти является Личность Бога, Бхагаван, Кришна. Весь процесс Бхакти сосредоточен и направлен на Личность Бога, который не имеет никакого отношения к этому материальному проявлению. Тогда как в своей форме параматмы, пуруш, Маха Вишну, Гарбода Гоша Вишну, Кширода Гоша Вишну, он непосредственно занимается материальным проявлением. Оно основано на нем. Кришна говорит «Все покоится на мне», а потом говорит «Все не покоится на мне». Помните этот момент в Бхагавадгите? Девятая глава Бхагавадгиты, Ачиньця Пхеда Пхеда Татва в Бхагавадгите. «Все покоится на мне», в следующем стихе «Ничего не покоится на мне». И наша Ачария объясняет «Все покоится на мне в форме пуруш, и ничего не покоится на мне в форме Бхагавана». Понятно это, да? В форме Кришны это материальное творение не покоится, он вообще с ним не связан. Он лила-пурушотом, он занят лилами, трансцендентными наслаждениями в духовном мире. Он не имеет отношения к этому материальному миру. Но в его форме пуруш все покоится на нем. И таким образом это знание Ачиньця Пхеда Татвы указывает нам на разницу между различными проявлениями Кришны, помогая таким образом выделить более точно объект поклонения. То есть объектом поклонения является Кришна, Личность Бога. Мы слушаем о Кришне, мы стремимся постичь Кришну через постижение Его различных экспансий, аватар и проявлений. Но целью, когда целью является постижение Кришны, суммам бонам или ашрая, высшая цель Шримад Бхагаватам, это Кришна. И когда мы слушаем о различных аватарах, вамна, варах, анарсимха и так далее, мы слушаем и постигаем эти лилы таким образом, чтобы приблизить себя к пониманию ашры, в конечном итоге пуруши, изначальной Адим Пуруши, изначальной Личности Бога, источник всех аватар и экспансий. То есть все темы Шримад Бхагаватам раскрыты в нем, вот эти 10 тем Шримад Бхагаватам, касательно аватар, в частности, раскрыты в нем так, что это является вкладом в понимание суммам бонам, высшей истины или ашреи, самого Кришны. То есть объектом преданного служения является Кришна. Мы повторяем имена Кришны, мы слушаем о Кришне. Мы следуем наставлениям Кришны. Параматма не дает никаких наставлений, дает, да, но не эти наставления, не те наставления, которые помогают прийти Кришне, достичь духовной обители Господа. Эти наставления не являются юрисдикцией параматмы. Если мы вдруг слышим понятие чати-гуру, да, чати-гуру, чати-гуру пребывает в сердце. Это Кришна посредством параматмы, личность Бога посредством параматмы, или иногда более точно Баларам или Нитянанда, непосредством своей экспансии параматмы дает наставления, дадами, будхи, йогам, там, позволяющие преданному прийти Кришне в конечном итоге. То есть эти наставления исходят от Кришны, которую он дает посредством параматмы. Но функцией юрисдикции самой параматмы не является бакти. Понятно, это да? То есть она упадра штануманта, наблюдает и санкционирует. Таким образом, вот этот момент очинити пхеда пхеда татвы в конечном итоге предназначен для того, чтобы более четко выделить объект поклонения. Сначала мы учимся разбираться, в чем разница между вот этими всеми категориями, между которыми есть единство. То есть все адвай, там, а чью, там, анадим, ананта, рупам. Все экспансии, все проявления Господа — суть одно, личность Бога. Нет разницы между ними. Они все абсолютно лишенные двойственности. Но очинити пхеда пхеда татва проникает в эту сферу и показывает нам разницу между этими разными проявлениями Господа, чтобы в конечном итоге мы увидели объект бхакти, высший объект поклонения. И когда Кришна здесь, в десятой песне, скоро уже в комментарии, Шилабрупада будет говорить о том, что Господь, Верховный Господь, Личность Бога заботится о преданных, о Своих, пребывая в сердце каждого. И именно эту идею Шилабрупада подчеркивает, что не параматма заботится. Заботится Кришна посредством вишватмы, Вселенской Души. То есть Кришна посредством своей части, экспансии, заботится лично о преданных. Параматма заботится о животных, о птицах, о материалистах и так далее. О преданных заботится Кришна лично, но когда преданные находятся в материальном мире, Кришна это делает посредством вишватмы, Вселенской Души. Здесь подчеркивается еще очень важный момент по поводу Кришна-катхи, что могущество и нектар Кришна-катхи можно почувствовать только в общении с преданными или только слушая от таких рассказчиков, как Шукаде Вагасвами. Эта идея тоже часто повторяется в Шримадбхагаватам. Сатам Прасангам, Мама Виря, Сам Видо. Известная шлока, в которой говорится, что в общении с преданными Сатам Прасангам, в общении с преданными Сатам, с возвышенными преданными, именно Сатам Прасангам указывает на общение с возвышенными преданными Господа. Мама Виря, Сам Видо, Мама Виря, Кришна-катха обретает свою силу. То есть, если мы слушаем Кришна-катху из уст материалиста, то это подобно яду, подобно молоку, отравленному ядом змеи. Там нет могущества духовного. Если мы слушаем Кришна-катху от псевдовайшнавов, Пракрита Сахаджиев, Пракрита Сахаджиев, то там нет никакого духовного могущества. Это также яд Сахаджиев в той или иной степени осквернена Маевадой. Обязательно осквернена Маевадой. Сахаджиев одна из сущностных характеристик Маевады — отрицание различий между объектами, между уровнями преданными и так далее. Отказ от того, чтобы воспринимать различия. Таким образом, Сахаджиев основана на этом отказе воспринимать различия. То есть они не проводят различия между преданным, который отрекается от материальных чувственных наслаждений и практикует бхакти, и преданным, который не отрекается от них и практикует бхакти. Они не проводят различия между имитацией духовных эмоций и возвышенных уровнях, и реальным пребыванием на этом уровне. Это в действительности очень серьезное преступление, за которое преданные обязательно, мы все будем обязательно получать очень тяжелые реакции. Человек, который имитирует уровень, на котором он не находится, гарантия. Если кто-то сомневается, не знаю, что сказать, ну зря сомневаетесь. Человек обязательно, этот преданный обязательно упадет очень низко. Очень низко. Он упадет очень низко, если он будет имитировать уровень, на котором он не находится. И сказать легко. Все это сказать легко, но сделать сложно. Вот дело в том, что вот это понимание, теоретическая разница между премой и камой может быть очень ясным для нас. То есть мы иногда вдохновлены говорить о чужих анардхах, о асахаджиях, о каких-то там материалистичных преданных. И вроде там понятно все. Ну да, они неправильные. То есть они сбиты с толку полностью. Они принимают каму за прему. То есть вожделение за любовь к Богу. Они не видят разницы. А мы видим разницу. Но дело в том, что как бы теоретически хорошо мы не видели разницу между камой и премой, и как бы хорошо теоретически мы не умели объяснять эту разницу, все могут объяснить, в чем разница между камой и премой. Все могут здесь. Это легко. Према – это удовлетворять чувства Кришны. Это когда действие совершается целью доставить Кришне удовольствие. Нет другой цели. Смотрите, как хорошо, убедительно объяснил. Но на практике все не так хорошо и убедительно. Честно признаться надо. А кама, что это такое? Это для удовлетворения собственных чувств. Когда целью является удовлетворение собственных чувств. Все понятно, да. Но когда дело доходит в жизни до практики, мы ничего не можем сделать. Мы даже не можем это увидеть. Мы просто не видим. Мы просто совершаем действия для удовлетворения собственных чувств. Мы пытаемся извлекать выгоду даже из преданного служения, которое предназначено для удовлетворения Кришны. Да, так или иначе. Мы часто можем впадать в такое состояние, когда мы вообще полностью уже перепутали каму и прему. Так вот, нас что-то сильно захватывает. Это как-то связано с преданным служением, с обществом преданных, может быть, с проповедью, еще с каким-то практическим. И что-то вот там происходит в этой сфере, что нас захватывает очень сильно. Да, надо добиться справедливости, к примеру, или надо сделать лучше, тогда я попаду на доску почета. Нас захватывает какая-то идея, и мы полностью уверены, что мы сейчас в сознании Кришны. Мы не можем отличить на практике каму и прему. Мы просто не можем находиться в сознании Кришны очень часто. Сознание Кришны – это означает действие для удовлетворения Кришны, где нет никакой идеи для извлечь какое-то удовлетворение для себя. Реальный, честный, искренний, спонтанный интерес доставить удовольствие Кришне. И как же это приходит, если мы теоретически во всем разобрались, если мы технически утвердились в практике, почему мы все равно материалисты? Почему мы настолько сильно материальны остаемся, занимаясь чистой трансцендентной деятельностью вроде бы? Дело в том, что нужна милость. То есть, это вот правильная сахаджия сейчас. Сахаджия, само слово, не является сильно плохим. Сахаджия означает легко, естественность. Сахаджия указывает на естественность. Просто естественно, просто ничего, никакого дна второго. Хочется доставить удовольствие Кришне. Кришна привлекает очень. Эта идея очень сильно привлекает. Ничего там нет. Вот это и есть сахаджия. Вот такие гопи, настоящие сахаджии, в чистом смысле, они любят Кришну просто. Все бриджабаси так же, гопи самые лучшие. И так же сахаджия означает, что что-то легко, легко очень достается. Ну легко, просто без труда кто-то нам дает что-то. То есть, это означает, что сахаджия очень легко досталась. И вот настоящая сахаджия, чистая сахаджия, не пракрита сахаджии. Поэтому Бхахстан Сарасвати использовал термин пракрита сахаджии, а не просто сахаджии. Настоящая чистая сахаджия означает, что просто нам дали эту милость и все. Просто по милости у нас что-то получается. У нас что-то... Настоящее сознание Кришны возможно по милости. То есть, великий преданный, чистый преданный должен просто уполномочить, Просто дать нам эту милость. И преданный Господа или гуру Вайшнаф чрезвычайно могущественен. Даже в сфере кармы, йоги и гьяны есть очень могущественный гуру, который проявляет свое могущество вот в этой сфере. Допустим, здесь в Бенгале был известный йог, очень аскетичный, как он встретил своего гуру. Он был уже очень аскетичный, у него были какие-то ситхи, но в какой-то момент какой-то старый человек где-то на рынке увидел его и назвал его по имени. И говорит, ты меня не помнишь? И этот йог сказал нет. Он взял его за плечо и сказал, а теперь? Да, я помню, ты мой гуру. Ну тогда пойдем. И он его привел в место, где он совершал саддану в прошлой жизни и так далее, и так далее. Правда, неправда, какая разница? Ну, это может быть правдой. Запросто, ничего сложного. В сфере йоги, в сфере мистической йоги. Человек дотронулся до него, и тот вспомнил свою прошлую жизнь и свою связь с ним в прошлой жизни, свою саддану в прошлой жизни. Это просто материалист йоги. Они не грубые материалисты, но материалисты. В той или иной степени это негодяйское положение. Они получают это могущество, потому что следуют шастрам. Вот почему они получают это могущество. Но что у них материального? Они опираются на свои интересы. Вся их практика, все их усилия основаны на удовлетворении своего личного интереса. Но поскольку они опираются также и на шастры, они получают результат. Они получают желанное. Они получают ситхи. Но гуру-вайшнаф, он может дать больше. Гуру-мистик может помочь мистически как-то вспомнить прошлую жизнь или прочитать мысли, или еще что-то. Как-то повлиять очень сильно на своего ученика, что у него переворот какой-то произойдет в сознании. Правда, в рамках материи. Никакого бхакти он не может дать. Но чистый преданный может дать Кришну. Шрилапрупада в Шриши Панишат в «Видении» говорит такие слова, когда он сначала прославляет ведическое знание, что это лекция о ведах, о учении вед. Он прославляет ведическое знание. И потом он говорит, но если вы захотите постичь Кришну, изучая ведическую литературу, то зайдете в тупик. Помните, да, это? Теоретически это возможно, но сопряжено с очень большими трудностями. Однако вы сможете легко узнать о нем от его преданного. Преданный Кришны может дать его вам со словами. Вот он, возьмите его. Таково могущество преданных Кришны. Это могущество преданных Кришны. Преданный Кришны может дать Кришну. И как он дает Кришну? Он дает Кришну своими словами. То есть, слушая чистого преданного, мы получаем полномочия быть в обществе Кришны. Получаем право и полномочия находиться в обществе Господа, просто слушая серьезно чистого предного. Кришна, Шрилапрупада говорит, я готовился как-то к лекции по Шикшаштыке, по второму стиху, и там идея в том, что Кришна сделал себя доступным в форме святого имени, Кришна явил себя в Кали-югу в форме святого имени. В переводе написано «дал таким образом возможность легко достичь тебя». Не совсем так. Шрилапрупада эту шлоку объясняет не так. Он объясняет «дал возможность легко общаться с тобой». Постоянно в разных лекциях Шрилапрупада объясняет один и тот же смысл. Кришна явил себя в форме святого имени, чтобы дать возможность легко общаться с Ним лично. То есть, повторяя святые имена, человек общается с Кришной. И на следующий день просто джапа была другая совсем. Хотя ничего специального не было сделано. Потому что преданный дает Кришну. Преданный своими словами может дать Кришну. Может дает нам полномочия находиться в сознании Кришны, находиться в обществе Господа. Поэтому самым не надо много слушать историй про йогов-мистиков, которые я рассказал сейчас. Нет необходимости. Высшее проявление мистицизма — это бхакти. И высшая удача — это общение с чистым преданным Кришны. И чистый преданный Кришны не ограничен тем, чтобы давать свою милость, дотрагиваясь до других. Чистый преданный Кришны дает Кришну просто своими словами. Просто слушая Шилабрупаду мы получаем неимоверные полномочия. Полномочия не для того, чтобы войти в список самых известных лидеров ИСКОН, а полномочия для того, чтобы быть полностью удовлетворенными служа Кришне. И полномочия для того, чтобы стать не шкама, стать человеком, у которого нет никаких желаний, кроме желания просто находиться в обществе Господа. И если мы хотим какую-то награду в этом состоянии, то только одну, чтобы это продолжалось всегда, чтобы это продолжалось вечно. Даже если нам не суждено освободиться от материального рабства, от рождения и смерти, согласитесь, довольно-таки неплохой вариант, неплохой дел или как это, неплохая сделка, если нам просто дадут возможность из жизни в жизнь слушать философию, которую представлены Шилы Браупадой в его книгах, ходить на Гурупуджу, читать про нам и Шилы Браупады, повторять святые имена, опираясь на вдохновение, полученное из книг Браупады. Нормально же, можно же так жить вечно. Но чуть-чуть терпеть болезни, старость, смерть. Но это недолго. Смерть — это тоже как грипп. Тоже плохо, а потом раз — и хорошо опять. Смотрите, сейчас сидим, улыбаемся. Вот недавно в очреве были. Было неудобно. А сейчас уже улыбаемся, хорошо. Ничего, потом опять будет плохо, не до улыбок будет. Тело будет разваливаться, будем умирать, будем молиться. Быстрее бы уже. Так плохо будет, скорее всего. Ну, как правило. А потом опять легко. Ну, чуть-чуть в утробе, без сознания. Уже тоже отдых, пока сознания нет. Глубокий сон — это хорошо. Потом опять немножко, пару месяцев мучений. Потом опять хорошо. Лет с трёх, наверное, уже нормально. Да, уже можешь объяснить, что ты хочешь есть, что не хочешь. Начинается хорошая, нормальная жизнь. Но самое главное — не терять связь с Кришной. И что мы тут можем сделать? Мы запросто её можем потерять. Запросто можем забыть о Кришне. У нас есть квалификация для этого. Но квалификацию сохранять отношения с Кришной у нас нет. Эту квалификацию дают просто по милости. Поэтому если будет милость, если Шилабрупада будет хоть немножко доволен нами, то как награду за это он может просто благословить нас и позволить нам находиться в обществе Господа. Но корнем всей этой удачи, высшей удачи для любого живого существа является серьёзное отношение к наставлениям чистых преданных и к наставлениям Господа, которые даются в Шримад Бхагаватам и Бхагаватгите. Здесь надо остановиться. Приветствия, Божеств! Таршанарати, скоро. Таршанарати, скоро. Продолжение следует...